Я сам живу в Европетровске. Очень долгое время был абсолютно аполитичен, неактивен, скажем так. Но Майдан все изменил. Я думаю, во многих из нас Майдан изменил. Мы стали более активны, стали интересоваться жизнью города. Поняли, что то, что сейчас есть, нас не устраивает. Хотим разобраться, как это все изменить, что для этого нужно, какая есть у нас нормативная база. Что мы должны знать в первую очередь. Мы с вами поставлены в определенную раму. У нас в государстве есть такое понятие, как законы, как постановление кабинета министров, как приказы министерств и так далее. И органы местного самоуправления наши, с вами мэрии, и исполкомы, райсоветы, и их исполнительные органы. Они действуют исключительно в рамках законодательства нормативно-правовой базы. Поэтому первое, что должен понимать и знать человек, когда он берется за какую-то тематику, это законодательство. Для того, чтобы мы понимали, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать на местном уровне. Я скажу честно, большинство проблем на местном уровне решается элементарно. То есть, если вам говорит мэр, что вот мы не можем улучшить подвижной состав, или не можем изменять маршруты, потому что что-то мешает нормативно-правовой базе, поверьте, большинство городов это опровергает. Если кто-то из вас в последнее время был в Виннице, я считаю, это один из примеров по, скажем так, качественной, хорошей транспортной инфраструктуре. Там, где ездят новые трамваи красивые, там, где, скажем так, очень приятно общаться и с обслуживающим персоналом по транспортной инфраструктуре. Мало вот этих вот бусиков, микроавтобусов так называемых, да, то есть это вполне европейский город в плане транспортной инфраструктуры. Некоторые считают, что Львов показателем в этом плане. Лично я так не считаю. Побывав во Львове, я понял, что у них тоже очень много проблем. Конечно, не так много, как в наших с вами городах, в Днепропетровске, в Кривом Роге, но вот тоже их достаточно. Так вот, о нормативно-правовой базе. Я думаю, что первое, к чему мы должны с вами обратиться, это, скажем так, уже весьма доработанный и, как по мне, вполне корректный документ, это закон Украины об автомобильном транспорте. Он регулирует, скажем так, большинство базовых аспектов о нашем автомобильном транспорте и очень много пунктов в нем правильных. К примеру, один из пунктов, который добавили относительно недавно, это пункт о том, что переоборудованный транспорт не может участвовать в конкурсах маршрутной сети. Он 45-й, да, то есть у вас, насколько я помню, в 13-м и в 14-м году, но в 14-м году мы не допустили, я лично приезжал, мы участвовали в конкурсе, после того, как он уже произошел, заставили отменить там ряд решений госсборсовета. Ваше управление транспортом в лице, директор сейчас не вспомнил фамилию, они хотели допустить переоборудованный транспорт, он выигрывал там определенные маршруты. После того, как мы вмешались в прокуратуру транспорта, они эти решения тихо, там протокол подменили, подпись переставили и так далее. Второй документ, который регулируют перевозки пассажирские, это 176-я, это становление кабинета министра. Это правило на доня пассажирских перевозок. В нем очень много об этих правилах полезной для нас информации, в частности, наши права и обязанности, что мы можем делать, какую, что мы должны получать. Качественную услугу, то есть вот это вот все есть в 176-м, в 176-й постановлении кабинета министра в Украине. Ну, я думаю, самый интересный для вас будет наказ, это постановление у нас есть, наказ 1175. Этот наказ регулирует методика по расчету тарифа для пассажирских перевозок. Самая интересная вещь. К сожалению, где-то в 60% городов, в которых я бывал, читал лекции, общался с активистами, но эта методика она не соблюдает. То есть она четко прописывает детально, что такое себестоимость, какие расходы входят и как рассчитывается стоимость проезда одного посадка. Это тоже кабинетом министра? Нет, это, насколько я помню, еще Министерство транспорта Тазберска. Это наказ, да, действующий. Она в себе носит как рекомендательные, так и обязательные авторы. Она обязательно для применения при расчете всех тарифов на пассажирские перевозки. Она регулирует как пригородные автобусы, Криворог, Днепропетровск, допустим, так и междугородные, там, Харьков, Днепропетровск, так и городские пассажирские перевозки. Я думаю, наиболее детально мы остановимся на ней. Если хотите, можем снимать. Я извиняюсь, прослушала, а где находится вот эта статья или что это, вот эта последняя? Наказ. Наказ. В гугле прям можете написать наказ на 1175. Все, видите, да. В нашу эпоху информационных технологий, к счастью, мы информацию можем находить быстро. Если раньше это было проблематично, приходилось искать там рядовые висники с разными наказами, то сейчас это делается вполне легко и быстро. Есть предложения. Можем либо для начала обсудить то, что у нас есть сейчас, либо перейти сразу к методике, как она применяется. А можно еще узнать, а вот тендеры как проводятся? Тендер. Это постановление... Вот самое, наверное, проживание. 10.81. Прямо структура, ну, она расписана, да, к вам? Да. В этом постановлении полностью, четко, детально прописана вся процедура проведения конкурса. Можете еще записать 480-е. Насколько я помню, это наказ 480-е. Он регулирует, как открываются маршруты, как можно вносить изменения в транспортную мережу. То есть тоже довольно интересный документ, вступительное слово, да, как у нас вообще, в принципе, образовывались, как период становления транспортных наших сетей городских, да. Я думаю, вот здесь люди все помнят еще Советский Союз, да, когда ездили большие автобусы, как правило, лазы вот это вот с глазками красивыми. Тогда было маршрутов гораздо меньше, чем сейчас. То есть тогда маршруты, они соединяли там точку промышленную с какими-то живыми массивами, как правило. У нас и уроков их вообще не было. Маршрутных такси не было. Маршрутных такси не было. Маршрутных такси не было. Небольшой икарус, да, лазы. Небольшое отступление. Маршрутных такси у вас и сейчас нет. Такие рафики там по 20 копейки. А что ж, в советские времена? Ребят, ну давайте слушать. Или будем спорить? Маршрутных такси у вас и сейчас нет. Объясню почему. У нас есть такое понятие, как налоговое законодательство. Вот согласно налоговому законодательству, автобус, который ездит в режиме маршрутного такси, он на свою услугу должен начислять НДС. Соответственно, его тариф будет на 20% больше априори. В принципе, он не сможет ездить там за 4 гривны. Ему нужно будет добавлять 20% НДС и платить потом этот НДС государству. Поэтому где-то в середине 2006-2007 год, после того, как это новое налоговое законодательство вступило в силу, там была оговорка, что автобусы, которые едут в загальном режиме руку, на них не начисляется НДС. Поэтому у нас все и у вас, и у нас это автобусы, которые ездят в обычном режиме движения. Чтобы вы понимали. Разница между маршрутным такси и автобусом, который ездит в обычном режиме движения. В том, что автобус, который ездит в обычном режиме движения, он останавливаться может только на остановке. То есть у него есть паспорт маршрута, в котором четко прописаны все остановки. Вот только на этих остановках он останавливается. Маршрутное такси, оно имеет еще право остановиться по требованию. Но с соблюдением правил дорожного движения. Поэтому маршрутных такси у вас тоже нет. Никто не хочет платить НДС. Либо иметь какую-то там... Ну у нас в городе есть разделение на автобусы общего... По загальному режиму. Да, по загальному режиму. А есть, ну вот, по сведениям, есть такое. Да вам так говорят. Вот запросите все паспорта маршрутов. Просто запросите паспорта маршрутов. Сейчас у нас есть действует... Вы нам же только что объяснили, почему у нас нет маршрутов. Зачем мы опять же возвращаемся к штамму. Есть у нас закон Украины про доступ до публичной информации. Согласно которому вы можете получать публичную информацию, что используется за... Я вам рекомендую пользоваться замечательным, на мой взгляд, сайтом. Называется он доступ. Точка правда. В электронном виде, сидя у себя дома, либо в офисе, можете через него запрашивать любую информацию вашего городского совета. И его исполнительных органов, соответственно. Мы, как правило, всю базовую информацию мы получали через него. Это паспорта маршрутов, это договора с перевозчиками, это дополнительные соглашения. А мы потом подробнее остановимся, в чем разница между ними, почему у нас наши городские власти любят дополнительные соглашения. Вот через этот сайт вы можете запрашивать и иметь практически всю нормативную базу госсовета. Хотел вернуться, все-таки, как формируются маршруты? Да, как формировалось в 90-х годах маршрут АССР? Когда ваши базовые автопредприятия начали постепенно умирать, потому что, я думаю, помните, в Советском Союзе по 5 копеек был проезд, как правило, у нас там некоторые маршруты даже по 3 ездили автобусные. Это нерентабельно. Это абсолютно нерентабельно. Себестоимость даже тогда была гораздо выше. Была разница в том, что дизельное топливо, это 60-70% от себестоимости перевозки, государство выделяло этим автобазам. Да, они там воровали, это все в порядке вещей тогда было. Но когда государство перестало выдавать 70% себестоимости перевозки, стало понятно, что 5 копеек это не вариант. Увеличивать сразу стоимость проезда в 3 раза было невозможно, власти не давали, потому что люди начали бы бунтовать, говорить как так, раньше 5 копеек было, сейчас 20 копеек, это политический момент, скажем так. Но маршрутов было гораздо меньше. После этого наши люди предпринимающие в 90-е годы, которые были для нас очень сильным импульсом к тому, что нужно учиться зарабатывать, и мы начали ввозить в страну либо наши газельки, вот нашего северного соседа, либо там рафики, мерседесы раньше, там в 90-х, середине 90-х появлялись, и начали завозить их так много, что на всех маршрутов перестало хватать. Вот тогда появились первые зачатки коррупции в городском совете. Когда я привез микроавтобус, а лучше 2, хочу где-то ездить. Мне говорят, что, слушай, ну тут как бы уже маршрут заполненный, тут и так уже там перебор, водители жалуются, зарабатывать не могут нормально. Но если хочешь, в принципе, там, найди еще 3 человека, мы тебе откроем другой маршрут, какой ты скажешь. Проявились так называемые наказки. Когда человек говорит, я хочу ездить от Мегульца, там у нас есть до автовокзала, хочу я до площади Куда ездить. Ну хорошо, давай, вот дашь мне столько-то, столько-то, найди еще людей, которые будут с тобой вместе на маршруте кататься. Будем ездить. Это происходило очень массово во всех городах, и тогда же у нас появились вот эти вот маршрутные такси, когда маленький рафик. Часто они ездили параллельно с большими автобусами, и они же стали, как правило, причиной того, что большие автобусы стали от мира. Вот так вот у нас сформировалась транспортная сеть. То есть, когда вам говорят, что транспортная сеть кривого рога, она как-то там оптимальна, или кто-то рассчитывал, или какие-то институты, проекты брали, это все вот. Поверьте, то есть, практически во всех городах она так образовала. Чтобы вы понимали... А есть, ну, давайте после кофе-брейка. Я вам просто покажу, есть специально сел, есть такой сайт EasyWay, может кто-то знает, e-way, in-way. Там можно посмотреть, вот в Днепропетровске мы заставили, у нас все маршрутки оборудованы, практически все маршрутки оборудованы GPS-трекером. То есть, мы можем смотреть в онлайн-режиме, где находится конкретная маршрутка. Для чего это нужно? Если я хочу, живу недалеко от остановки, маршрутки, второй интервал, там, 15 минут, я не хочу ждать ее долго на остановке, я посмотрел по EasyWay, ага, вот она отправилась, там, через 5 минут она будет нас помогать. Тогда все вышло. Сейчас заканчиваем. Вот, смотри. Мощно, мощно, очень, как вы надоедете, что у нас заставили все маршруты поставить GPS-трекером. Это факт, их заставили. Но нам сказали, вы с полкоми, когда узнавали GPS-трекером, они говорят, что в конце месяца, ну, или в начале следующего, они будут просматривать, как ездили маршрутки, для того, чтобы, ну, высекли, кто был в то время и нагрубил там, или еще что-то, или ездили, ну, по графику. Нам примерно то же самое рассказывали. В 2014 году где-то нам примерно то же самое рассказывали. К началу 2015-го мы заставили эти все данные выпускать в открытые. Все им рассказывали. И вот этот вот сайт EasyWay был одним из первых, который подхватил, сгруппировался, нарисовал нашу маршрутную сеть. Может ли зайти посмотреть через онлайн-приложение, там, это я. А мы потом же посмотрим, да. Да, номинально, да. Они нужны также и для диспетчеризации, и для управления транспортом, да, потому что транспортная инфраструктура, это очень важная вещь, скажу так, одна из важнейших, в принципе, социально-экономических составляющих любого города либо региона. Поэтому для диспетчеризации, да, действительно, это очень важно. Я вам больше скажу, с декабря месяца я являюсь помощником заместителя мэра нашего Днепропетровска и участвую в снегоуборочной технике. Да, вот диспетчер нашего МДЦ, диспетчерского центра городского, это частное предприятие, которое вот как раз поставило эти GPS, да, она звонит нам для того, чтобы сказать, где там не убрана дорога, где не могут проехать, где маршруты какие-то встают. То есть это очень важно. Диспетчеризация, это довольно серьезная вещь. Но то, что это в закрытом режиме идет, ну, это, вероятнее всего, есть определенный момент. Вот простой пример. Когда мы взялись за область, у нас недавно сменился губернатор, как бы я не относился там к Коломойскому, я, честно говоря, раз, что он ушел с поста губернатора, появился новый. Он взял довольно мощную команду волонтеров. То есть это люди, которые там из бизнеса, и мы, собственно говоря, туда подтянулись. И, скажем так, взяли определенный контроль над транспортной сферой по областным перевозкам. Так вот, есть такое коммунальное предприятие у нас при облсовете, называется АХП. Формально оно занимается диспетчеризацией. Это коммунальное предприятие. То есть оно находится под ведомством обладминистрации. И когда мы начали смотреть, а чем же оно занималось в 2013, 2014 и до середины 2015 года, оказалось, что датчиков, оборудованных по областным маршруткам, было чуть-чуть менее 300, оплатили им за 700 с лишним. То есть они с предприятий, по сути, брали деньги за те услуги, которые не оказывали в принципе. Соответственно, область, вот мы сейчас начали заниматься тем, чтобы и по областным перевозкам это все, вот на Изи-Вей, кстати, они тоже есть, допустим, наши перевозки. И мы столкнулись с тем, что большинство машин, они не оборудованы GPS-датчиками. Хотя до этого исправно платили вот это. Потом эти деньги выводились, ну, естественно, все это не так. Поэтому, возможно, у вас в 3-м уроке примерно та же ситуация. У нас на остановках экраны поставили, которые предупреждают, через сколько будет маршрутка, троллейбург. Да, но они предназначены и для этого. То есть это еще вводится система, она будет. Вот это вот взяло, как это связано. Вы понимаете, что там очень много, ну, там бардак, да. Там ближайшие 3 должно быть или 5 есть на некоторых. Я понял, что по транспорту. А талончики дают у вас маршрут? Нет, конечно. Нет, конечно. Это одна из составляющих коррупции. Это с 89-го года. Но они есть, находятся в маршрутке. Конечно. Мы их постоянно проверяем. Ты на приехала в командировку, и она потребовала, и они должны дать. У нас был, тоже небольшое отступление, был грант по транспорту с посольством Соединенных Штатов. И мы делали пассажира замеры. Естественно, если ты подходишь к водителю, берешь талончик, если это делаешь там 3-4 раза за день, потому что делая пассажира замеры, тебе нужно на нем прокататься целый день. Это вызывает подозрение. Поэтому мы брали у перевозчиков просто пачки этих билетов, они им не нужны. Мне это не стесняются говорить, что билеты у них есть, это обязательно, для них это первичная Google Tag, потому что они должны ввести какого-кассовые книги, куда вписываются номера билетов, билеты частично эти списывают. Но для того, чтобы завести им в кассу наличные деньги, которые станут безналичными, упадут ни на счет, обязательно должны быть билеты. Поэтому они в маршрутках номинальные, они есть. Сколько надо, они оторвали в конце смены, это и все. Можно я скажу по поводу билетов? Я имела опыт работы с билетами, с маршрутом у нас в городе 240. Так вот у нас была маршрутная билетная ведомость. То есть выдавалась пачка билетов, там 200 штук, и мы вот в день записывали, рейс проехали с такого номера по такой, в другой рейс записывали. В конце сдавалась эта вся сумма. То есть левых билетов, ну как, может, троллейбусы можем без билета проехать, нельзя было так делать. Нельзя было, конечно. А сейчас просто вот у водителя остались билеты там с когда-то, и вот он может, они нигде не фиксируются у него. У него просто вот он получил... Не фиксировался у бухгалтерии. Бухгалтерия обязательно их проводит, потому что если придет к ним налоговая с проверкой, то... Ко мне приходило два раза. Почему у вас как бы билеты не соответствуют номерам? Я вам больше скажу, билеты у нас есть... Мы их покупали вообще. Я по памяти не вспомню какой-то номер приказа Мининфраструктуры. У нас есть утвержденный формат билета. Так вот, те билеты, которые у нас выдаются в маршрутках, они даже не подходят под этот формат. Я вам больше скажу. Там размер должен быть, насколько я помню, 3 на 4 сантиметра. У нас, как правило, там 4 на 5 с половиной, они большие. А должно ли быть поголовное обеличивание? Обязательно. И в маршрутке тоже? Обязательно. Согласно наказу Мининфраструктуры, водитель не может тронуться с места, пока у него есть хоть один необеличиванный посеток. То есть, вот еще второе нарушение мы выявили, да? Конечно. То есть, если я попаду в аварию на этой маршрутке, этот билет не будет как документом. Чем не нравится? В 176-й и закон Украины об автомобильном транспорте говорит, что билет является вашим договором с перевозчиком. Перевозчик обязан страховать своих пассажиров. Ну да. Такая заставка. На задней стороне было написано по поводу. Вот, чтобы вы понимали, я больше полутора лет занимаюсь транспортным вопросом, я для себя еще не нашел... Кассовый аппарат легко? Да, бесконтактный. В Белоруссии легко? Да. То есть, любая ОСУ, это автоматическая система учета оплаты проезда, она решает этот вопрос. Но человеческий фактор, пока у нас водитель имеет доступ к деньгам непосредственно и к билетикам, он никак. Даже если мы просто поставим кассовый аппарат, у нас в Мининфраструктуры в пилотном проекте в Херсонской области все пригородные маршрутки оборудовали кассовыми аппаратами. Тогда было очень много шума, боялись, что на всю Украину это сделают. Так вот, количество денег, которые проходили мимо кассового аппарата, составляло больше 40%. И тогда они поняли, что это абсолютно не выход, не вариант. То есть, когда пиловарский, знаете, может, минус в Ростовку пришел, они захотели это сделать по всей муке Украины, и мы сказали, что давайте мы попробуем откатать хотя бы где-то. Не выходит. То есть, только система электронного гуляя. Да я бы решил эту проблему. Может быть, я надеюсь, мы кого методом не будем применять. Ну, если проверка, в салоне нет ни одного талона, нет приказа в маршрутке. Смотрите, наше государство настолько загюрократизировано, и мы столько сделали запобеженный кив от коррупции, что мы теперь во многих ситуациях не можем ничего сделать. Простой пример. У нас есть некоторые сферы, которые не регулируются никем. Вот вы говорите «проверка», а кто должен прийти в проверку? Мы даже громадян не приняли проверку. Но у нас в организации был человек, который... Вы ставите адрес. К примеру, мы выявили административное правонарушение, некорректное ведение предпринимательской деятельности. Куда вы пойдете с этим адресом? Они вам скажут «извините, это не наше, мы такого не расскажем». У нас вот есть список административных статей, которые мы можем сделать, а эти мы не можем. Ну, давайте пойдете в ДФП, в фискальную службу, в налоговую. Он скажет «Ой, вы знаете, нам для того, чтобы это задокументировать, нам нужна проверка, у нас сейчас мораторий на проверку. Идите в другое». Вы пойдете в прокуратуру, он скажет «Ой, вы знаете, у нас только сейчас мы можем орган надзора, то есть мы представлять можем органы власти, но это тоже не наше». И вы будете с этим актом ходить во все двери, кричать «взрада, зрада, зрада», но вы ничего не сделаете. Выкрываете и скажете «врада». Да, да. Поверьте, я сейчас в текущей нашей, скажем так, нормативке, я не вижу ни одного варианта, как мы можем сделать так, чтобы водители выдавали билеты. Штрафовать без полезных полезных. Просто просите их каждый раз, заходите и просите. И мы потом дальше дойдем, почему, когда мы дойдем до расчета и не только дойдем до расчета. То есть я вам еще раз скажу, почему они стоящие. Это тоже неизбежно, к сожалению. Маличка, а можно огласить перечень вопросов, которые мы сегодня должны записать? Я вообще сторонник ситуативно. Вы лучше знаете, какие проблемы вас интересуют, поэтому формат вопросов-ответ, мне больше нравится. Я приезжал, вы в Николаеве, мы читали транспорту, большой серьезный отбор сделали на электротранспорт, оказалось, что у них с ним все хорошо, в принципе, вот их больше волнует, там, автобусники, а я еще людям три часа рассказываю. Вот у нас сегодня все рассказывали, мы занимаемся этим мероприятием, не надо заниматься, а что это бесполезно. Смотрите, заниматься можно с чем угодно, на самом деле. Вопрос в том, какой результат вы хотите получить. Если вы хотите получить результат, чтобы все пошло через белую газ, поверьте, будьте готовы к тому, что стоимость приезда процентов на 30 увеличится. И мы дальше дойдем. Почему? Когда я вошел в состав конкурсного комитета по определению перевозчиков в Днепропетровске, мы провели проверку по 25 автопредприятиям. На 10 из них, это те, которые были к нам лояльны, те, которые знали, что мы весьма объективны, не заангажированы, то есть мы там не куплены. Потому что, как правило, активисты многие, я думаю, вы замечали и в своем городе, они лоббируют интерес определенных перевозчиков. То есть это вполне стандартная практика, у нас гражданское так называемое общество, которое десятилетиями занималось общественной деятельностью, часто уже кем-то куплено, оно на чем-то сидит, то есть на каких-то деньгах. Когда они поняли, что мы на грантовых деньгах сидим, а не на перевозчиков других, они сказали, вот вам вся бухгалтерия, смотрите, разбирайтесь, как, что есть. У меня супруга бухгалтер, у меня теща, наверное, один из лучших бухгалтеров в Днепропетровске. Ну и, соответственно, какую-то информацию я имею в этом, представление определенное имею по бухгалтерии. Посидели, посмотрели и поняли, что если мы хотим, чтобы они все проводили по белому, то есть все проводили через свои счета счетные, а юрлицо по-другому не может у нас сейчас, согласно законодательству, то у нас проезд увеличится довольно серьезно. Это те предприятия, которых мы считаем, скажем так, не то, что прям совсем примерными в плане качества перевозки, но весьма, гораздо лучше, чем в других. Переходим к методике расчета или что? Понятно. А можно еще такой вопрос, перед тем, как себестоимость рассчитывать, учиться рассчитывать себестоимость, можно такой вопрос, такой ответ. Одним из обещаний, если выгодная компания, у меня как вопрос, открыть муниципальный маршрут на очень огромное место, это у нас осталось еще не залежно, и в Долгинсовском маршрут, плюс восточный первый и второй, у нас нет муниципального маршрута на такой спальный большой район, где он просто не отходил. Марс камил долго обещаниями, что мэр, наш мэр всесильный, тендер на закупку комбинированно по транспорту, то есть электродизель, где ездил троллейбус, там где, ты понял, да? Треть сумасшедшего, у нас есть такая компания Богдан, вот, совершенно верно, у нас есть компания Богдан, она в 14-м году, это не у вас, это у Порошенко. Нет, в Украине, выиграл тендер в польский город, сейчас не скажу какой, вылетел из памяти, на его начинается как-то, выиграл тендер на поставку 34 троллейбуса, выиграл на том условии, что это было совместное предприятие, Украина-Польское, то есть там специально сделали юрлицо, но на мощностях Богдана собирали 34 троллейбуса. 8 из них были комбинированы, так называемые, то есть те, которые могли, но они ехали, это были электробусы, то есть он ехал как троллейбус, там где проводов в контактной линии нет, врага опускались, он дальше включал электродвигатель, ехал на аккумуляторе, возвращался к контактной линии, ставил, параллельно заряжался аккумулятор, и он дальше пытался, ехал вот в контактной линии. Так вот, при обкатке, при обкатке показалось, что во-первых, расход гораздо больше по электричеству от аккумулятора, во-вторых, они ломаются чаще, к сожалению. То есть там вот та чувствительная часть электроники, это Польша, это даже не Украина. Представьте, если такое сделать в Украине. Я думаю, это будет очень серьезная проблема. Что самое смешное, 34 троллейбуса из Польши потом перекочевали в Гудск на родину Богдана. БУ-шные троллейбусы, они новые туда поставили, БУ-шные вернули. Это, по мне, весьма хороший показатель того, что мы новое не можем сами себе заработать. Берем ГУ-шные, потому что с Европы под дешевку возвращается. Я бы хотела конкретнее узнать, вот, да. Как это сделать? 480-й. Начинаем с 400-й. Там описан полностью порядок, как создается новый маршрут, как проводятся обследования. То есть это все есть в 480-м. Поверьте, я думаю, если вы приложите усилия, вы это сделаете гораздо быстрее, чем мы. Поверьте, у нас ходят сюда маршрутки. Как бы мы сейчас говорим немножко о другом. У нас и на Восточной, и на НЗН ходят маршрутки. Но там в одном живут пенсия, а там живут только как бы, ну, работающие, спальные этот. Вот, хотя троллейбус, потому что, ну, как бы, даже не троллейбусы. Это дороговато. Какое у вас там расстояние идет? Ну, вот автовокзал, где мы сейчас находимся, до Восточного 1-го 7 километров. И до 2-го плюс 2 километра. Проектная документация вам обойдется где-то 1500 на это все. Контактная линия, опоры, плюс установка тяговой подстанции. 1 миллион, около 20, грубо говоря. Они хотят на дизеле и выпустить, как лошадь с моторчиком. Электробусы это очень дорого. Подождите, почему все время зацикливается внимание на троллейбусах? Что у нас нет возможности купить просто дизельный автобус большой. Это очень непорязанно, здрасте. А у нас очень загрязненный город. У нас вообще должно быть очень, у нас и есть очень много троллейбусов, но их не должно быть очень много. На газу покупайте. Сейчас Европа массово от газа. Вот, или на нас, ну, она подумает, что загрязнение. После того, как, скажу так, стала очень напряженная ситуация Европа-Россия, они сказали, что мы вашим российским газом заправлять не будем. Нам в Невропетровск буквально на протяжении последних полутора месяцев заехало почти 50 автобусов на газу, которые немецкие и восточные области продали нашему переобращению. То есть автобус на газу, он соответствует последнему стандарту Евро-6. Нет проблем. То есть у него выхлопных газов целых. А электромобили? А электробусы? Да, это очень дорого. Забавная ситуация была. У нас один из наших сертифицирующих органов нашел в электромобиле Тесла двигатель внутреннего сгорания, который соответствует стандарту Евро-4. Вы можете поискать эту новость. То есть у нас настолько шикарные сертифицирующие органы, что у нас электробус, наверное, Евро-2, Евро-3 будет, соответственно. Электробус это дорого. У нас в Украине еще никто не производит серийно электробус. Никто. То есть нам все обещают. Там электрон уже два года говорит, что он собрал. Да, и заправлять не они, да? Совершенно обслуживание, да, это очень серьезный момент. Если можете посмотреть, к примеру, у вас, насколько я помню, КТ-3 трамваи ездят. И, как правило, их покупают в большом количестве. Покупать 5 трамваев одних, 10 других, 15 третьих, это проблематично с точки зрения обслуживающего персонала. То есть люди, они разные по своим частям, и нужен специализированный обслуживающий персонал. Поэтому, как правило, одни города закупают массово 40 троллейбусов одного класса, одного производителя, одной модели. Потому что разные обслуживают, это проблематично. Я, кстати, смотрел по Кривому Рогу, у вас подвижной состав, он там состоит из 5 разных трамваев. Сейчас по памяти не вспомню, какие точные модели. По поводу трамваев. У нас скоростной, вот он доходит до определенного, до заречного, да? И я знаю, что он там дальше планировал состроиться. Если бы его построили, этот скоростной, до Даманского, Силвока, я думаю, это было бы неплохо. Может, у нас какие-то проблемы связаны с этим, как вы думаете? Я думаю, что Даманск, это будет стоить, я думаю, что Даманск, это будет стоить. Я помню, что скоростной трамвай, когда строили, вот, 13, по-моему, год. Да, там, думают, что около 28 миллионов за километр коллегии вышло. Ну, это, это... Что посчитает, да. Поменяем мэра, посчитает по-другому. У нас перекресток размером около 20 сантиметров вышел 700 тысяч. Это основанная цена, на самом деле. Мы вложили там... То есть, операция... Асфальт там, да, конечно. В асфальтные подружки вложили, поэтому, ну, это дорогая технология. Хотя, те же чехи, которые в 60-х годах разработали, они от нее отказались в 90-х годах, сказали, что нет, это не годится. Потому что изначально ей ставили срок эксплуатации 30 лет, оказалось, что 15 лет, и дальше она уже не живет. Особенно на перекрестках. Вот, чехи отказались от этой технологии. А мы до сих пор считаем, что это долговечно, что это круто, хотя и очень плохо. Если один кусок простого, этого не надо очень. Да, да. А если весна... Так, возвращаемся к нашим... К нашим расчетам. К нашим расчетам, да. Это постанова 11.75. Ой, прошу прощения, это наказ. Наказ 11.75. Ну, я думаю, что не нужно быть... Да, это себестоимость. Не нужно быть экономистом, либо бухгалтером для того, чтобы понимать, что себестоимость это доходы, поделенные на количество произведенной продукции. Соответственно, 11.75. Она так и говорит, что у нас стоимость проезда равняется все расходы автопредприятия, деленное на количество пассажиров, плюс его рентабельность. Как правило, раньше были рекомендации по поводу рентабельности, они выходили там чуть ли не каждый год. Последние три года я не видел ни одного документа, который говорил бы, какая рекомендательная рентабельность для этого транспорта. Как правило, ставят 15%. Ну, соответственно, если расходы предприятия на перевозку, там, 100 пассажиров... В среднем автобус, так немножко отступлю, перевозит 250-300 пассажиров. Это среднее количество перевезенных пассажиров одним микроавтобусом. В день? В день. Да, каждый день. Независимо от расстояния маршрута, вот плюс-минус 250-300 пассажиров перевозят в автобус. Дальше все упирается в его расходы. Если он на эти 300 пассажиров тратит 1200, соответственно, каждый пассажир ему обходится 4 гривена. Если он на это количество пассажиров тратит 1500, соответственно, он на это 5 гривен, каждый пассажир. Поэтому тут нужно понимать, что входит в расход. Расходы автопредприятия, как и для любого бизнеса, это все, что он тратит на обслуживание транспортного средства, на то, чтобы это транспортное средство могло передвигаться и так далее. Вам в этом плане немножко легче, но, с другой стороны, это и ваша очень большая проблема, как город. У вас большинство предприятий это фокус. То есть это 1, 2, 3, 5 машин. То есть это физлица-предприниматели. В чем здесь плюсы? У них гораздо меньше админрасходов. То есть для физлица-предпринимателя ему не нужно содержать большое количество обслуживающего персонажа, ему не нужно платить налог на землю, потому что у него нет автобазы. То есть у него админрасходы, они очень маленькие. В этом есть существенный плюс. Когда говорят, почему в Днепре самые дорогие тарифы, у нас практически все перевозчики, они базовые предприятия. То есть у них есть своя база. Налог на землю, чтобы вы понимали, даже у небольшого АТП, это от миллиона гривен в год. Соответственно, это ему все ложится в его расходы, которые он тратит на обслуживание маршрута. Если такое предприятие обслуживает два маршрута, соответственно, на каждый маршрут ему 500 тысяч только налога на землю заплатит. Если у него их 15, соответственно, гораздо меньше, там 60-70 тысяч он на каждый маршрут тратит. В этом плане у вас есть преимущества. У вас админрасходов, у ваших ЧПшников, скажем так, их практически нет. Их админрасходы, это медкомиссия, прохождение медосмотров водителями, плюс это проверка техсостояния. У нас каждое транспортное средство, которое привозит пассажиров, оно каждое утро должно проходить техосмотр. Для этого заключают договора, для этого ЧПшники, как правило, заключают договора с базовыми предприятиями, платят им от 5 до 15 гривен в день за каждую машину. Машина заезжает в механику, ставит печать и уезжает. Что я пропустил в этом всем? Коррупционную составляющую. Самосмоток. Что он пропустил? Он все рассказывает о коррупционном составляющем. В этом процессе, вот смотрите, я заключил договор, моя машина заезжала в механику, совершил наверно. Самосмотр его, как правило, никто не знает. Процесса самого не всегда. Как это легко определить? Когда мы были на проверках по Днепропетровским базовым предприятиям, даже те, у кого есть своя пассажировка, у них каждое предприятие имеет журнал выпуска транспортного средства, по которому написано, во сколько времени транспортное средство выехало с автобазы, во сколько оно вернулось. Это обязательное условие. Также они имеют графики ТО-1, ТО-2, которые висят у механика в обуви. И вот по этим журналам, как правило, транспортные средства выезжали с интервалом в 2 минуты. У нас есть порядок проведения утреннего техосмотра. За 2 минуты. Порядка 70 пунктов. Это тормозная система, рулевая, все светоприборы, зеркала. Все это минимум занимает порядка 8 минут, если это делает техосмотр, делает один человек. Если механика 2 на смене, около 5 минут, но не 2. То есть это невозможно проверить за 2 минуты. Если его проверяют за 2 минуты, значит ждите беды. Причем, как правило, эта беда как минимум не будет хватать аптечки и огнетушители. Так как максимум может выехать транспортное средство, которое находится в неисправном техническом состоянии. А вопрос, а где вот это берется? Если у нас ФОПы одни. У нас не ФОПы, у нас Север-Транс ФОП. Они заключают договора с базовыми предприятиями, которые есть готовы. Либо это может быть какое-нибудь СТО, которое может оказывать услуги выпуска. Раньше медосмотры могли проводить исключительно люди, которые имели лицензию на проведение медосмотров. Там был перечень, сдавали в печати. С 2013 года этот процесс отъявили. То есть сейчас практически любой врач с соответствующей квалификацией может проводить медосмотры. Телефон? Поэтому... По техосмотру тоже нужно иметь соответствующий вид деятельности, заключить договор. Очень часто это делается с автовокзалом. У нас ФОПы, Петровский автовокзал, он имеет очень много договоров на выпуск транспортных средств. Поэтому в любом случае должен быть договор с каким-то предприятием. Просто саму суть. Если я вижу, что маршрутка едет раздолбанная и уже вот-вот рассыпется. И как мне узнать, прошел ли он техосмотр? Если у него кардан уже отваливается. Никак. Я буду проверить, он проходил ли он постоянно техосмотр. Нет, когда в момент он прошел. Раньше были путевые листы из недавнего времени, а нет. То есть я никак не узнаю, проходит ли он граждение техосмотра. Можете попросить его путевые листа, если у него стоит печать механика. Я же говорю, вот в этом процессе, само проведение техосмотра, его нет. В 90% случаев его действительно нет. Этот процесс, как его регулировать, информация, курсы, это можно? Он законодательно урегулирован. Потому что они должны обязательно проходить техосмотра. Законодательно. Ну, именно саму процедуру, как форма, где ставить туда, то есть если нету путевого листа, значит печатки. Нет. То есть ничем мы нет регуляторным актом вы это не сможете, потому что у вас антимонопольный комитет буквально в чуне двух недель его отменят. Это сужение конкурентоспособности. Плохо. На местном уровне такие вещи не принимаются. У нас у органов местного самоуправления есть четкий перечень того, что они могут делать. Вот такие регуляторные акты, они не имеют права в принципе. То есть если я как человек могу делать все, что не запрещено, то орган местного самоуправления может делать только то, что разрешено. Ну, я понял. У него есть четкие границы в его полномочии. Короче, если ты попадешь в аварию... Нет, просто я когда вижу... Еще и без билета. Еще и без билета. Потом покажи, что ты в этой маршрутке даже езжешь. Я больше скажу, у нас на видео было зафиксировано, как женщина выпала из маршрутки на фону. И что? Супер просто. Ну, это застава. Да. Замяли очень быстро. Это вот немножко к условиям проведения конкурса. Если там есть система бальная идет. За некоторые вещи баллы не отчисляются, за некоторые почитаются. Вот за смертельный случай по вине перевозчика сразу минус 14 баллов. Правила у ФОПа, у них там 5, 7, 10 баллов. Поэтому посчитайте, с какой силой будет ФОП доказывать то, что смертельный случай произошел не по его вине. И сколько нам денег предложат? Мы здравомыслящие люди, а просто вот такие элементарные вещи, тоже выпадение человека с маршрутки. Мы ищем оправдание этому беспределу, понимаете? Не ищем. Законно вот нам, здравый смысл говорит то, что это беспредел. А законы, которые мы создаем и пишем, говорят о том, что да, кто думает, что это нет. Какого суть нашему обществу? Дросье, переставьте. Поехали дальше. По этому вопросы есть. У меня еще вопрос. Вот что маршрутки такие вот в плохом состоянии? Кто это должен контролировать? Трансинспекция, технадзор раньше был. Сейчас новая полиция. И пока еще орган не создан, который будет это контролировать. Вот если я как пассажир недовольна... Жалобы в управлении транспортом. И все. Вам пришлют ответ, что мы разобрались, подсчитали. И вы на следующий день опять же той маршруткой ездите, видите то же самое. Ну, я вам скажу, у нас, наш департамент, мне кажется, наверное, все-таки немножко лучше в этом плане работает, потому что на те жалобы, которые к ним поступают, они действительно реагируют. Реагируют. Когда видят, что это действительно угрожает безопасности пассажиров, довольно быстро реагируют. И вот когда, допустим, человек хочет, представляет свою маршрутку, что он будет ездить, кто смотрит на нее, в каком она виде, чтобы его пускать. Техосмотры у нас отменили, то есть сейчас у нас автомобилисты не проходят техосмотры. Не, маршрутки обязательно должны проходить разборку. Должны обязательно, но не проходят, то есть там пикаментная работа. Чисто получать лицензию, но у нас так вот, да. Как правило, да. А в расход входят там бензин или этот? Вот это вот сейчас подальше. Да, конечно, сколько. Админ расходы ваших чп-чников. Давайте вот сразу отделим. Есть у вас предприятие Сибертранс, есть у вас предприятие Одиум Престиж, еще два предприятия. Да, это 21-25. Да, от 14-170, по-моему. Вот есть предприятия, те, которые более или менее за этим следят, а чп-чники, они, как правило, не следят. Но тут еще стоит сделать ремарку, потому что на этих предприятиях Сибертранс, Одиум Престиж и так далее, у них тоже, как правило, чп-чники работают. В меньшем количестве, потому что у них есть и свой подвижной состав, за которым они пытаются следить, потому что это их средство добычи денег. Но у них чп-чники привлеченный транспорт тоже. Пока говорим о чп-чниках. Как подрядчики, что ли? Да, да. То есть они им что-то платят? Они сдают транспорт в аренду, водитель к ним устраивается на работу, да. Плюс расходы на перевозку. Что такое расходы на перевозку? Вот это вот все, это копейки. Основная часть у вас лежит здесь. Расходы на перевозку, это в первую очередь, как вы правильно заметили, это топливо. Во вторую очередь, это запчасти. Амортизация. Совершенно верно. В третью очередь, это зарплата водителя. Четвертая амортизация транспортного средства. Ну и в пятую очередь, если предприятие следит за тем, чтобы у него было какое-то обновление, то они закладывают сюда еще какие-то деньги на, скажем так, жирок, для того, чтобы впоследствии можно было купить новое транспортное средство. Это инвестиционная составляющая. Как вы считаете, в правильном ли порядке я записал в соответствии с их значениями в общей структуре? Первым делом инвестиционная составляющая. А, давайте добавим тогда шестой момент. То есть это мы пишем в идеале, да? Шестой момент, который будет, ну, наверное, все-таки сюда зайдем. Непредвиденные расходы, скажем так, под таким вот. Откаты. Топливо в структуре расходов, как я уже говорил, в зависимости от маршрута, конечно, то есть от длины маршрута в первую очередь, оно занимает от 50 до 70%. Запчасти в структуре расходов нам очень часто, очень любят говорить, что там доллар вырос, запчасти, ой, кошмар, резина, ой, просто мрак, аккумулятор, ой, в три раза подорожал. Запчасти в структуре расходов, сколько вы думаете? Процент 5 есть. 5, наверное, да. В лучшем случае 2. Они же не каждый день вам говорят. В лучшем случае 2? Да. Нет, подождите, у меня есть машина. Вот вы перевозите пассажиров? Нет, я себя перевожу. Это запчасти... Заработная плата водителя это от 5 до 12%. Это просто с учетом дорог, которые влияют на частоту потребления запчастей. Чаще всего это зависит... И качество топлива, 2. Чаще всего это зависит от срока выпуска транспортного средства. Чем старее средства добычи ваших денег, тем, естественно, больше запчастей на него потребуется. Если раз капитально вложился, да, все, он поменял на полу. Как все равно? Резину надо менять 2 раза в год по другому. Есть такой экономист Джордж Браун. Он говорил, что невыгодно брать бэушные станки, допустим. Потому что бэушный станок меньше производит деталей, чаще ломается, и больше в него нужно впоследствии вкладывать. Он даже выводил там четкую формулу, как это через 3 года по транспортным террасам, если брать, через 3 года обслуживание транспортного средства будет выходить на 10-15% дороже, расход топлива больше будет, и так далее. Еще через 3 года уже это будет на 50% больше. То есть чем старее транспортное средство, тем больше ты в него вкладываешь, оно больше расходует. Что бы ты ни делал, если оно старое, новое будет однозначно лучше. А почему у вас 2101 у нас пользуется спросом? Потому что бедная страна. Потому что можно туда предпринимать. Амортизация. Простой пример. Новый спринтер, вернее, бэушные спринтеры, которые сейчас гоняют из Германии, или там переоборудованный, просто поехать в Луцкий, ровно купить переоборудованный спринтер, он стоит от 8 до 12 тысяч долларов. То есть это 300 тысяч гривен, грубо говоря. Самый крутой, козырный, в хорошем состоянии. 300 тысяч гривен ему нужно амортизировать лет 5. Это минимум. Соответственно, каждый год будет по 60 тысяч. Сколько это в день выходит? Ну, не, в месяц, 5 тысяч в месяц. Ну, 2 минуты. Это примерно на 30 дней, грубо. Ну, грубо говоря, 200 гривен. За день это, в принципе, в общем, в Бали, это не так уж и много. Но, как правило, это средство, оно служит больше, чем 5 лет. От 7 до 15 лет. Соответственно, на продукционные расходы, это выключается. До 10%. 10-12%, а я бы стилю не учила. Пускай 10-12%. Вот, кстати, у вас отличный Криворожский транспортный университет, институт, вернее, да? Он так много хороших специалистов выпустил, но практически ни одного по транспортной инфраструктуре. Почему? По железной дороге много специалистов. По электротранспорту есть специалисты, но по автобусам не лично. Уже появилось 2 года так расходится. Инвестиции, как правило, это 5%, потому что мы об инвестициях очень мало заботимся. Но у хорошего хозяина это где-то процентов 20. Сколько у нас остается на коррупцию? Давайте посчитаем. Так, мы берем расходы на топлив, 50 или 70? 60 возьмем посредину. Вилку берем, а от и до. Так коррупция говорит, сколько не надо, а не сколько вы можете дать. 65-72, там получается 28. От 28 и ниже. Ну так все же видно, да? Как мы уже с вами посчитали, у нас средний микроавтобус провозит 253 100 пассажиров. У нас налоги. А кто платит налоги? Ну, некоторые. Мы же берем, так сказать, из правового поля, а то что уже кто-то... В любом случае какой-то там единый налог или что-то, оно все равно есть же. Или шоколад. Да, да, бывает. Полпроцента иногда, да? Нет, наверное, они как бы... Налоги в общей структуре расходов, они, как правило, ничтожно малы. Единый социальный мысль это 480 гривен, грубо говоря. Делим на 30 дней, это 16 гривен в день. Пускай транспортное средство работает не 30 дней, 20. Дело в том, что если, ну, я сейчас так прикидывал, вот это все сложить до кучи, уже больше 100% получать. Если мы берем по максимуму, то есть все зависит от перевозчика. А прибыль где? А прибыль в инвестициях, вот она инвестиционная составляющая. Ну, и у вас есть 15% рентабельность. Нет, так подождите, а нас сейчас рентабельность. Есть перевозчики, которые коррупцией не занимаются. Поверьте, есть все такие. Есть перевозчики, которые свои интересы лоббируют исключительно в правовом поле. Это, как правило, коррупция. Не в нашей стране. Смотрите, что такое коррупция. Коррупция это получение выгоды, пользуясь своим положением. Как правило, служебным положением. Для того, чтобы коррумпировать ваш горсовет, нужно прийти и как-то с ним договориться, что-то ему дать. Но на него можно также оказывать давление. Давление на городские власти. Является ли оно коррупцией? Вот есть перевозчик, который обслуживает образно 20% городских походов. Ему говорят, вот если завтра по 3 гривны не поедешь, не будешь ездить. Хорошо, не буду ездить. Он обслуживает какие-то отдаленные власти. Городская власть сидит и понимает. Если он не поедет, то оттуда люди не уедут. И кому будут вопросы предъявлять? Перевозчик, который не захотел бы так работать, или городской власти? Процентов 40 перевозчику будет предъявлять. Говорит, что вот они, падлы, коррумпированные, такие сволочи и так далее. Но большая часть здравомыслящих людей, которые понимают, что для них это бизнес, они хотят зарабатывать денег. Да не поедет тот, поедет другой. Ой, если бы так было слегка. В общем, коррупция на рынке транспортных перевозок доходит до 28%, плюс-минус. Как правило, это 15-20%. То есть каждый день перевозчик, который провозит 300 пассажиров по 4 гривны, это 1200. Каждый день он платит где-то 100-150-200 гривен коррупционно. То есть это, как правило, за стояк, гаишникам, для того, чтобы они не трогали. И аккумулируется определенная сумма для того, чтобы выиграть городский маршрут. Именно поэтому мы заходили в конкурсную комиссию, для того, чтобы полностью контролировать процесс того, как разыгрывается городский маршрут. Есть постановление 1081, которое четко по шагам все рассказывает, как, что, зачем и так далее. Для того, чтобы проследить полностью всю открытость этого процесса, мы туда заходили в конкурсную комиссию. На Фейсбуке я месяц публиковал отчеты по проверкам автопредприятий. Как это происходило, какие нарушения выявлены. Во время вскрытия конвертов открыто заявлял, что вот этот перевозчик у него на 40 графиков два водителя трудоустроенных, ни одного своего транспортного средства. Его допускать нельзя в конкурс. Потому что этот перевозчик, он по сути не является перевозчиком. Он является фирмой прокладкой для получения прибыли. Вот привлеченный транспорт, да, приходит, прихожу я, я понимаю, что я выиграть маршрут не смогу, потому что у нас в Днепропетровске не разыграют отдельный график, у нас разыграют целиком маршрут. Целиком маршрут это 8-10 машин. У меня одна. Что мне делать? Я иду в фирму, говорю, вот у меня есть машина, выставь мою машину на конкурс. Я буду тебе платить каждый день 200 гривен, в которые будут входить взятки и так далее. Поэтому аккумулируется определенное количество денег для того, чтобы в момент проведения конкурса владелец автотранспортного средства мог отдать хозяину фирмы какие-то деньги для того, чтобы работать на этом маршруте. Как правило, цифры идут от 5 до 25 тысяч рублей, в зависимости от маршрута. Есть маршруты высокомаржинальные, там где заработки идут очень серьезные, есть маршруты не низкомаржинальные, там где водитель может заработать только все на зарплату. И дальше у него уже просто действительно ничего не остается. Хорошо, вопрос. А крупный перевозчик, как они оформляют водителей? Они же все равно как-то оформляют, хотя бы по минимальной зарплате на оформляют официально, правильно? Это очень серьезный момент, на мой взгляд. Я, как человек, который желает жить в обществе равных, я считаю, что социальная составляющая, она обязательно должна быть. И когда у нас проходил конкурс, мы поставили минимальную планку трудоустроенных водителей. Это был коэффициент 1,4. То есть на каждый график, который обслуживает автопредприятие, должно быть трудоустроено 1,4 водителя. Грубо говоря, на 2 графика должно быть 3 водителя. Для того, чтобы водитель не работал 30 дней в месяц. Понятно, подмерный персонал. То есть тех, у кого этот показатель был меньше 1,4, мы просто не допустили до конкурса. И мы об этом заявили еще до вскрытия вторых конвертов, до того, как сама конкурсная процедура началась полноценно. За этот период между этими двумя датами было трудоустроено больше 250 водителей. Официально? Официально, да. Нам принесли справку из налоговой о том, что сейчас же каждое трудоустройство подается в налоговую. То есть я хочу вас трудоустроить, я несу там сегодня, вы завтра выходите на работу. Нам приносили эти справки. Одно предприятие 50 трудоустроило, другое 30, третье 20 с лишним. То есть суммарно больше... То есть так можно бороться с этим? Конечно. Сейчас будет проходить конкурс по области. Я там тоже член конкурса. По области Криворожский маршрут там нету его, там порядка 10 городских маршрутов. И у нас коэффициент будет 1,6. То есть мы для себя поставили знак, чтобы постепенно эту планку повышать. Ну, ввиду того, что снижена ставка ЕСВ на фонд оплаты труда, поэтому это логично. Если раньше было 50 с копейками процентов, нужно было от зарплаты платить, то сейчас это гораздо меньше. Ну, вы поломали коррупционную составляющую? Нет. Снизили тысячу? Проблема в том, что до конца нет. Потому что некоторые перевозчики, они не захотели сами перестраиваться. Причем коррупция началась уже не между представителями власти и перевозчиками, а между самими перевозчиками. То есть есть два перевозчика, которые выставились на один маршрут. Другой приходит к другому к тому и говорит, о, гад, это ж я его обслуживал, а ну, блин, давай что-то делаем. Ну, ладно, я снимаюсь. Все, вы так сделали, все. Ну, я так понимаю, как это объяснить? У нас в Днепропетровске 24 перевозчика есть. Из них только 8 это действительно крупные автопредприятия. Это Автотрансервис, там, Зигфрид, Кролсон и так далее. И у них есть определенные договоренности внутри их структуры. Это монополизация по большому счету. Это конгломерация на обслуживание. То есть суммарно они обслуживают, например, по 60% маршрута в город. Поэтому друг на друга маршрут они не выставляются. Как мы решили пойти, мы начали привлекать другие автопредприятия. Вообще другие. Да, вот Новомосковская АТП, которая к нам зашла в город, привезла свои автобусы. Кстати, это АТП, которая согласилась и запустила у нас в город для системы единого билета. Да, по одному билету ты можешь в пределах транспортной сети по их маршрутам кататься туда и назад, грубо говоря. Этим и взяло, как бы, да? Не совсем этим. В какой-то степени мы их лоббировали интересы, потому что понимали, что вот этот устоявшийся мирок, его нужно рушить в срочном порядке. И вот это автопредприятие, оно начало подаваться на маршруты другие. И они поняли, что сейчас я потеряю свой, блин, а у меня будут машины проставить. Начали подаваться на свои маршруты, на маршруты их вот этого круга, скажем так. И вот тогда начался разброд, шатание, и в какой-то степени мы ситуацию расшатаем. То есть у нас после проведения конкурса там сменились перевозчики, или 12, или 13 маршрутов. Проезд подешевел. А сколько у вас сейчас, не по-петровски, какая у вас стоимость? Самый дешевый 4, но это короткие маршруты 5. Есть некоторые по 6. У нас тоже проблемы, у нас короткие маршруты. Мы тут пытались, воевали. Знаете, я посматривал транспортную сеть Кривого Рога, а у вас длинных маршрутов, расстояние там 30 километров, очень много. А у нас есть 3,5 километра. Есть колечки там вообще 1,8 километра, там в районе Ингульца, где-то, я в самом Ингульце, по-моему, там. Центральная маршрута. Центральная маршрута. У вас транспортная сеть, но я сейчас попробую скачать, показать вам сравнение просто как Днепроветровская транспортная сеть и как Криворовская транспортная сеть. Но, честно говоря, я когда вот наложил все маршруты один на другой, я обалдел. С разницей у людей. Надо все разрушать и строить, и ремонтировать смысла при этом нет. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Все европейские страны проходили этот путь в 80-90-х годах. В 90-х годах, вот мне нравится пример Германии, у них тогда тоже было огромное количество частных перевозчиков. В 90-х годах они приняли очень суровый, как мне кажется, но прогрессивный шаг. Они деприватизировали, вернули в государственную собственность все автотранспортные базы. И сделали единственный на всю страну у них оператор по перевозкам. Причем он работает, то есть есть единственный оператор по транспортным перевозкам, но каждый муниципалитет может передавлять ему свои какие-то определенные текла. Один может сказать, что у нас должны быть автобусы Евро-3, мы как-то победнее, поэтому ну что же поделать. Другие скажут, что нет, у нас исключительно на газу могут быть. Другие скажут, что у нас только зеленые и желательно марки Шкода, они удобнее для наших людей. Каждый муниципалитет может передавлять определенные требования. Но оператор он единственный и 100% его акции принадлежит государству. Ну и выиграли, а не вы? Конечно. Группа говорит, что если государство, то это плохо. Понимаете? Смотря на какую правительство. Сколько, например, частная компания банкротится? То есть если государство так работает, то это плохо, а если частная банкротится, то это... Ну, если бы у нас это было государственное, то просто зарабатывали бы не вот эти перевозчики, а кто-нибудь... Государство. Ну, какое государство? Государство там бы шло бы все в минусах. Это куда-то на карман бы хорошо падало, да и все. Мы просто понимаем, что закон есть, а его нарушает, кто-то нарушает. И то, что кто-то нарушает закон, воспринимаем как плохое само государство. Потому что кто-то чиновник не выполняет свои функции, которые на него возложат. Чаще всего не умеют, на самом деле. Ну, не важно. Факт тот же, правильно? Конечно. Ну, вот что. Вот здесь система, мы подумаем, что так и так, этот это делает, тот это делает. Поэтому мы узнаем, что этот не делает то, что он должен. И мы говорим, что у себя система плохая, потому что, ну, все, добро. Извините, что... На самом деле, очень правильные слова. Я вам скажу, у нас в области был начальником управления инфраструктурой по межобластным перевозкам, пределах области. За границами области занимается проведением конкурса уже Укртрансинспекция.